Пасха – это не просто выпечка, а таинство. По крайней мере, такого мнения придерживается жительница города Басарабяска Евгения Карабаджак. Её изготовлением 75-летняя женщина занимается только в последний четверг перед Пасхой, так, как когда-то её учила мама. Четверг – самый хороший день. В пятницу печь Пасху – грех, потому что в этот день мучился Иисус. Даже хлеб не пекут в пятницу. Пасху можно печь в любой день недели, только не в пятницу. Как отметила хозяйка, особых секретов при изготовлении пасхального хлеба у неё нет. В тесто она добавляет молоко, яйца, масло, сахар. Но чтобы Пасха вышла успешной и красивой, женщина старается придерживаться народных инструкций. Когда думаешь о Боге, всё получается. В ходе всего процесса изготовления и выпекания Пасхи я всегда думаю только о нём и прошу Господа, чтобы он мне помог. Кроме того, в доме должна быть тишина. Не должно быть никаких ссор, и Пасха будет очень красивой. Когда я пеку Пасху, и у меня гостят внуки, я прошу их играть на улице. Говорю им, когда всё закончу, тогда зайдёте на кухню. Сегодня Пасху можно приобрести в любом магазине. Но, по словам Евгении Карабаджак, по вкусу она сильно уступает мучному изделию, сделанному своими руками. «Домашняя Пасха чистая. В ней нет никаких химикатов, поэтому она более вкусная. Я не знаю, что ставят в магазинную Пасху, но внутри она как будто пустая». «Что вы думаете о молодёжи, которая больше предпочитает покупать Пасху в магазине, а не печь самим?» «Они ленивые. Что ещё сказать? Это ненормально. Что это за хозяйка, которая не может испечь Пасху один раз в год?» После долгих часов ожидания хозяйка наконец достаёт из печи пасхальный хлеб и рулеты. Евгения Карабаджак искренне радуется тому, что Пасха получилась на славу. Последний штрих глазурью – и всё готово. Теперь хозяйке остаётся только ждать в гости своих внуков – самых главных дегустаторов бабушкиной выпечки.